всем привет вы на канале жить краснодаре сегодня суббота 20 июля в твоя нога а это значит что мы решили с вами снова поговорить жарить мясо да сегодня знаете о чем будет разговор про квартиры и дома иногда в комментариях и так в личных сообщениях задают вопросы а что лучше купить дом либо квартиру и вот мы сегодня решили поговорить я решила поговорить вася успокойся сидел спокойно в трусах да пришел деться чтобы с людьми поговорить в общем немножко про нас мы живем краснодаре 5 год мы жили до этого приморском крае ну ладно это я потом объясню мы до этого жили в арсеньеве всю жизнь прожили в приморском крае в городе арсеньеве и всю жизнь мы жили в квартире Вот и Вова жил в квартире, и я жила в квартире до нашего знакомства, так скажем. И мы никогда не думали, что мы будем жить в доме, да, Вова? Никогда мы не думали до переезда сюда, что мы будем жить в доме. Мы живём в ближайшем пригороде Краснодара, но это Адыгея, республика Адыгея. И от нашего дома до центра Краснодара, до галереи где-то 5 километров, да, Вова? Через речку есть 500 метров. Ну, через речку, да, вот 500 метров, и мы уже на Затоне, на Кубанной набережной. А если вот в объезд, то 5 километров, то есть у нас ближайший пригород. Я вот сейчас думала, что будем видео снимать, а почему мы вообще решили, Вов, жить в доме? Ведь помнишь, когда мы вот с Вовой познакомились, и через какое-то время Вовина сестра с мужем, Катя, Саша, решили... В общем, у них, помнишь, Вов, был выбор купить либо трёхкомнатную квартиру, либо дом. И они купили, они молодые. И ты говорила... Да, погромче говори. Зачем этот дом? Да, 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 да. Лучше квартиру купили и не парились. Да, да, то есть они собрались, ну, когда они планировали покупать дом, и думали, боже мой, зачем им этот геморрой нужен? И прошло буквально каких-то два года, и мы, переехав в Краснодар, тоже купили дом. И я сейчас не представляю, как мы раньше жили в квартире, да, Вова? Да. Ну, расскажи своё впечатление о жизни в доме. Ой, очень хорошо. Вот сушлыки можно жарить. Хотя и в квартирах они жарят сушлыки. Да, выходят в комплексах на улицу и жарят, в принципе. Не, ну дом-то дом. Дом-то дом. Слушай, Вова, а как у нас изрела идея купить дом, не помнишь? Да нам риэлторы сказали, давайте мы вам дом учим. Ну мы же уже, мы же ещё как два года, льгот, чуть больше года думали о том, что вот мы переедем в станицу, и какой нам дом нужен. При этом мы никогда не жили в доме, но у нас были дачи, конечно, там. В Арсеньеве. Ну так, чтобы вот в доме. Но у меня какой-то глупый самый страх был в плане жизни доме. Мне казалось, что в отдельно стоящем доме страшно жить. Да. Представляешь? Да. Я сейчас понимаю, что какая-то глупая вообще вот мысль, как страшно жить в доме. Мне вот так-то страшно, тут ёжики ходят. А, ну ёжики, да, шуршат. Прям подходят, нюхают так. Что вы тут делаете? Ну да, а что вы тут жарите сегодня? Ну-ка быстро мне дайте чего-нибудь. У нас, да, ёжики. Тоже темнее сейчас будет ходить. Вот, они от соседа, вон там заброшенная дача, через соседа вот сюда к нам вот так прям подходят. И ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху, прям нюхают. Ну, ночью уже. Ну, вообще, вот мы когда бываем где-то, да, в гостях, вот прожив 4 года, у нас в нашем доме, у нас дом, в принципе, небольшой по местным меркам, он всего 100 квадратов. Все дома вокруг, которые стоят, вот, 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 вот тут соседи. У всех дома намного больше, чем 100 квадратов, да, где-то 150 и больше, да, Вов, практически у всех. Вот, если учесть, что у нас достаточно небольшой дом, но мы, приезжая в квартиру, с Вовой вот недавно обсуждали тоже эту тему, в любую какую-то квартиру, даже в большую трёхкомнатную в гости, да, Вов, такое ощущение, что там нечем дышать. Да, мало места, конечно. Мало места в дом, дом это дом, дом-то большой, дом большой, окна большие. Да, у нас окна большие в нашем, да. Красота. Да. Ёжики. Ящерицы. Вов, а парковочное место. Да. А возможность помыть машину. Да. А соседи, которые не прыгают сверху. Инна, Паша, привет. Вы клёвые соседи, но люстра у нас постоянно тряслась, помнишь, Вов? Да. Пацаны ваши, что там? Она не пришлась, она так вот раскачивалась. Да, она раскачивалась, да. Это значит потолок прогибался, что она отмечалась. Это реально было, да. У нас скачалась люстра. Над нами жила замечательная семья. У них были два пацана, они ещё на этот момент были маленькие, и у нас скачалась люстра. Но надо отдать должное, Вова, после одиннадцати была идеальная тишина. Ну да. Согласись? То есть вот жизнь в доме, да, отсутствие соседей, вот этих, которые за стенкой, которые шумят, которые прыгают, бегают, у которых ругань и прочее. То есть мы тут как бы живём, конечно, вот достаточно обособленно. Бассейн, лужок, лужок, где можно отдыхать. Грушок. Грушок, который в этом году нету. Конечно, вот так сесть посидеть, и когда ты просыпаешься, у тебя птицы за окном поют. Вова уже спать хочет. Птицы за окном поют. Ягоды, фрукты. Петушара. Петух соседский. Соседский, в три утра, тут светает рано, в четыре светает, но он уже пол четвёртого уже орёт. Я не слышу. Кстати, мы когда переехали сюда, гавкали собаки, я не могла ночами спать. Потом я к ним привыкла, я сейчас вообще не слышу никаких собак, которые ночью тут переговаривают друг с другом, у них тут целый разговор. Одна собака что-то лает, другая ответит, третья поддержит. Прямо они вот такое ощущение, что они разговаривают. Не слышу петухов этих, ни птиц, не слышу, не знаю почему, но я вот привыкла уже. А первое время это был просто ужас. Просто ужас какой-то был, конечно, вот эти собаки в частном секторе, ну ко всему, наверное, человек, да, лов, привыкает? Да, конечно. Ко всему привыкла, что я. Да дом, 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 дом это в сто раз лучше, чем квартира. Во-первых, квартира, а что это квартира? Где-нибудь в Краснодаре есть ли? Приехал после 7, все, уже ты машину не поставишь под домом где-нибудь, надо искать. Где-то в другом дворе можешь поставить. То есть, да, это тема... Да ну, нет, что-то, я в Краснодар как приезжаю, у меня что-то плохо становится. Ужас. Народу все больше и больше едут и едут, едут и едут. Куда едут, резиновые, что ли, куда-то. А дороги-то те же остаются. Пробки эти. Ужас. В этом, возле дома, как-то мы поехали на стадион, куда мы там, на футбол? Да, на футбол. Мы три раза вот так объехали все дворы, и просто днем, в рабочий день, не могли машину поставить. Нахер он нужен, эти квартиры? Вася. Конечно, еще дом, дом у Розыни. Например, так как мы живем, ну, как бы в цивилизации, и нам здесь вот не скучно. Потому что многие говорят, как жить там в доме, это же скучно, вокруг там нет никого. И мы, нам не нужно, допустим, там куда-то различься, ехать далеко. Мы буквально пять минут, и мы в Меге, там десять минут, и мы вот в галерею ездили, в кино посмотрели, на Короля Льва с девчонками ездили. И при этом мы раз через мост переехали, и все, да, Вов, у нас как бы вот тишина и покой такой вот прям слегка. Вот мы слышим трассу Тургеневская, вот Тургеневская трасса, которая Тургеневское шоссе. А так тишина, конечно, и покой. Если бы дом, может быть, же был где-то далеко, там, например, где-нибудь на 13-м километре Ростовских дач, то уже бы, наверное, ощущалось вот это вот, ну, то, что мы как бы... Я не хотела бы жить где-нибудь в доме, но при этом очень-очень... Надо еще, да? Очень далеко. Ну, вот, если у вас, конечно, позволяют средства домик, пусть он даже небольшой будет, если вы хотите, чтобы у вас была земля, то однозначно нужно покупать. Но другой вопрос, Вов, знаешь, какое следующее видео мы с тобой снимем? Покупать готовый либо строить самому, да, Вов? Прожив четыре года в доме, дай свой вердикт. Нет, но мы в следующем расскажем. Нет, но смысл тот, что... А, прожив четыре года? Да. Мне очень нравится. Ты бы купил сейчас дом, вот имея вот этот багаж, да, допустим, в жизни в доме, купил или бы сам построил? Сам построил, конечно. Однозначно, да. Мы бы купили сейчас участок где-то в этом районе, строили бы дом себе сами. Ну, как, ты же не сам строишь. Ну, это понятно. Просто вот так вот. Слушай, а кто-то и сам строит. Это дешевле. Не, ну, конечно, я бы сам всё, как бы, всё в моих силах бы делал. Ну, кирпич-то ровно, как ты положишь. Не, ну, это понятно, что нанимается бригада. Вот так вот, ровно, никогда не положишь. А так, чё? Ну, однозначно, мы бы, хотя у нас очень хороший дом, и мы бы построили точно такой же дом, точно такой же, да, Вов? Да. Ну, с некоторыми доработками. Да. Того, например, чего здесь нету и чего необходимо. Что необходимо для жизни. Ну, а вы там, мы вам расскажем в следующем видео. Да, Вова? Да. Ещё болит, мам. Да, Васенька, он страдалец. Страдалец.